У нас сегодня рабочая группа по ремонтно-реставрационной работам, которые идут в цирки. Идут очень долго, это у всех вызывает беспокойность. Я хочу напомнить, всем 98-й год, когда капитальный ремонт цирка уже был. Тогда Дмитрий Филыч Аятков получил это Вячеславу Викторовичу Володину, как вице-губернатору. И Володин курировал этот объект. В августе эти работы были начаты, а 30 декабря состоялся новогодний спектакль. И это сколько получается? Чуть больше 4 месяцев. Ну не 3 года. Да, ну не 3 года. Сегодня у нас что-то эти работы задержались. Вот давайте попробуем разобраться в этой исправлении. Почему? Сейчас вообще все кончертово? Нет. А что лет не подробно? Еще должен быть контракт на третий этап, который должен возникнуть в результате корректировки проектно-смертной документации. То есть на следующий день раздел пожаробезопасности с учетом измененных требований вообще-то? Нет. Он был, но он не соответствует на сегодняшний день нормам требования пожарной безопасности. То есть он запроектирован до 17-го года и естественно, что нормативы в марте 17-го года в него не вошли? Совершенно верно. Заключение планируется в конец 27-го, 28-го ноября этого года. Контракт? Контракт. На сумму 64 десятых миллионов. Но если пролить в 27-й, значит уже был конкурс, уже кто-то прикрепился. Объявленный конкурс. Ну а кто-то прикрепился? Это видит только дирекция. То есть мы еще не располагаем информацию, стоялся от полной или нет? По последней информации, сейчас подрядчик работает в рамках трех контрактов, которые были у нас. Срок исполнения по одному из них 20-е, 12-е, 2019-го года. Цена контракта 58 миллионов, там с половиной. Следующий контракт, срок исполнения работ 1-го, 12-го, 19-го, прошу прощения, до 2015-го года, он как раз, где общая цена контракта была 273 миллиона, он сейчас... Мы все прочитали. Все посмотрели? То, что кто работает, это сейчас абсолютно интересно. Сейчас интересно всем, когда мы будем заканивать. Значит, это то, что мы можем сказать? У них изначально, ну по объективным причинам, действительно, после Зимней Вишни произошли очень глобальные изменения. Мы на всех объектах с этим сталкиваемся, на детсадах, на школах. Тут сложнее, здание чуть-чуть побольше лекаря, это не новостройки, я стараюсь. У них переработка произошла, как, если произошла. Всего раздела связан с противопожарной безопасности. А на такого здания это серьезная работа, очень серьезная. И мы как раз закончили диалог, что на следующий день вот тот самый аукцион, где кто-то должен выиграть, и после которого мы можем проводить какие-то строки, мы вообще не располагаем информацию. Вот мне путь говорит, что 27-го должен быть контракт. При этом в 21-м никто не говорит, кто-то вообще участвовал в качестве потенциального подрядчика или не участвовал. Ведется работа по, вернее, дорабатываются вот все эти темы. Есть ряд замечаний, которые наша инспекция, министерство чрезвычайной ситуации, на что указали еще раз в рамках вот этого проекта. Поэтому сейчас их тоже нужно устранять. В связи с этим затянулся опять, вот как я понимаю, затянулся процесс. Так у нас окончательная редакция раздела противопожарной безопасности, она прошла, критерок, экспертизу? Или она все-таки не прошла? Тогда непонятно, что вы отыгрываете. В здании сто с лишним лет. Я вот еще, человек имеющий отношение к строительству, что у нас очень жесткое произошло изменение после пожара, в земле, вишни. Но было два раза, и еще после одного пожара. Граммативы ужесточились и по всем делам, связанным с дымоударением, и с эвакуацией, прочее, пятьдесят. Я вам очень могу сказать, что в этом здании не все вопросы технические даже могут быть решены. Оно никогда не было приспособлено для этого. Поэтому, ну, в чем еще это, да, собратитесь, если мы не знаем. Была ли критерок в проекте первого? Прошла ли критерок в проекте экспертизу? Значит, осмечена ли она? Вот, со словом анкета, в 27-м будет какой-то аукцион. До этого мне предуступало говорить. Вот, да, я правильно говорю? У нас официальный ответ от замминистра культуры, где об этом написано. То есть, мы в 27-м узнаем, да, то есть, у нас мы должны предполагать, что раздел против пожарной безопасности сделан, что он прошел экспертизу, он перерос в какую-то стоимость, то есть, переросла в техническое задание, и мы ждем подписания контракта. Давай, не дай, не дай. Нет, для Александровича, давайте вот еще, вот я уточнение, последнее уточнение, буквально мы вчера общались с Александром Александровичем Тарасовым, они сегодня идут в главкосэкспертизу для того, чтобы еще раз посмотреть, есть ли какие-то по разделу замечания. То есть, никакого аукциона быть не может, потому что они еще идут в босс-экспертизу. Пока это... Какой аукциона меч, вы же? Леонид Александрович, я почему и попросила Алексею Мастеровну встретиться после того, как мы уже получим результат, что нас проинформируют сегодня после встречи в главкосэкспертизе. Все ли, раздел готов ли, полностью проведены проверки и, соответственно, доработан. И только после этого... Я вопрос. Вот раз он ответ прислал, я так понимаю, фокс-экспертизу замещена, мы же можем открыть, посмотреть, что входит в состав в третий этап. Кто это открывал? В нашей справке написано, срок действия государственного контракта до 31.07.2020 года. Вот при таком раскладе это реально вообще? Пока я не вижу, входит ли в третий этап противопожарка, если верить Викторию Владимировичу, то она не отходит, ее вообще еще не отыгрывают, ее еще никто не прошел госпертизу, а все не верят в госпертизу. Значит, но в условиях этого здания 5-6 месяцев минимум выполнять. А чем вы когда 2 года занимались? Может быть, такой наивный вопрос, но... Я не могу сказать, чем вы 2 года занимались. А вы сейчас от вопроса нарисовываете? Я вот просто всем как-то напомню. Я просто вам даю сказать, что сравнение с 99-го года, ну, чисто профессионально, там, 98-го, оно не совсем здесь, ну, как вам сказать, то, что в 98-м году делали косметику. Качественно, действительно, очень быстро, действительно, там чудеса, что они все организовывают, вот наши всех собирают там. Сейчас он идет, к сожалению, не через капли, а через реконструкцию. А реконструкция, в рамках своих предсказательствах, предполагает проведение в соответствии вообще всех абсолютно норм. А чем вы занимались 2 года, так уже больше 2 лет. Если в 2017 году этот процесс начался, да, и, собственно, нам обещали в августе 2018 года, кто виноват? Ну, вы виноваты. Вы виноваты в том, что вы подбираете подрядчик, которые ни хрена не делают. Вы не просто цирк не сдали, а целые доколения детей просто лишили, да, возможности. Ну, подождите, сейчас, сейчас, депутат. Не стоит понимать, что туда на протяжении, как минимум, 3-х лет дети не могут попасть. И еще хрена узнать, сколько не попадут. Все мероприятия, которые проходят с точки зрения исполнения технических заданий, это все идет, значит, основным подрядчиком Минкульта Российской Федерации. С согласованием с Росгосцирком. Мы увидели изменения в законодательстве в рамках противопожарных мероприятий, а это значит, в рамках безопасности тех поколений детей, о которых вы так беспокоитесь, чтобы мы это соблюдали в первую очередь. А вот мы как раз об этом беспокоимся в первую очередь, если вам это пока еще не понятно. Вот хочется понять, в чем стопор. Сейчас, наверное, сказал, нет какой-то таблет пожарной безопасности, надо какие-то требования изменить, проект переделать. Вы говорите, что в течение времени проект менялся, потому что были новые требования. Подождите, когда проект делается, наверное, все это учитывается. Если бы он ввели в прошлом году, как это ни приспорно, он бы подскочил по старым требованиям пожарной безопасности. Потому что экспертиза была сделана до, но надеюсь, что придет вперед в рейд. Почему он не ввелел, в чем он правдит? Конечно, с одной стороны, это плюс, нормы стали жестче, рисков меньше. С другой стороны, конечно, мы сейчас срок не спрогнозируем. Сделана, получается, уже система пожаротушения. Сейчас смонтируются пожарные краны по зданию. То есть это то, что никоим образом, грубо говоря, то, что дорабатывается проектная документация, это как раз-таки система вентиляции, дымоудаления, о которой здесь говорится. Завершили работы, завершаются работы. Пожарники приходили в лабораторию, взяли по металлическому куполу, по самому металлу ферму, завершаются работы, и они дали там в нескольких местах, там еще, грубо говоря, нужно дополнительный слой краски. Срок окончания работы у вас 20-12-2019. Вы успеваете по сроку? По контракту. Нет, я вижу срок действия государственного контракта до 31-го, а срок окончания работы 20-12-го. Когда вы планируете закончить работу по своему контракту? По второму. По второму. Так, у нас контракт, второй контракт, это купол. Чешуйчатое открытие купола и, это самое, как оно называется, примыкание на кровли. Вот, эти работы завершаются, купол уже накрыт. КОНЕЦ